Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские крылья Совета в первом матче весеннего этапа чемпионата страны в премьер-лиге. Игра закончилась со счетом 0-3. У столичной команды дубль оформил Ари и еще один гол на счету Миранчука. Нейтральный стадион Лига выбрала по техническим причинам. Состояние поля на Металлурге не соответствует регламенту. В прошлом году была та же история. Перенос матча в Башкирию обошелся Самарскому клубу в 1 миллион 700 тысяч рублей. После поражения от Локомотива крылья опустились на 14 место в турнирной таблице и попали в зону вылета из премьер-лиги. Лидер национального чемпионата Московский Спартак. Впрочем, игроки крыльев Советов не унывают и продолжают надеяться на успех. В футболе есть один закон – крылья новый чемпион. С таким девизом профессиональный футбольный клуб отмечает свой 75-й день рождения. Праздник будет продолжаться целый год. В честь юбилея городские детские библиотеки организуют серию встреч с ведущими игроками команды. На первой викторине футбольное знание подростков оценивали Сергей Еремеев и Вадим Ботов. Вопросы были как на знании правил игры, например, что такое пенальти, так и про историю, в каком году появились номера на футболках. Победители получили от игроков крылья в дипломы и мяч с автографами. Свою награду получила и мегалада. Тольяттинская команда завоевала серебряные награды чемпионата страны по ледовому спидвею. В Тольятти финишировал в заключительный шестой этап командного турнира в Суперлиге. Итоговые места на пьедестале почета зеркально отразили результаты последней гонки. Третье место занялись спортсмены Каустика и Стерлитамака, второе – мотогонщики из Автограда Даниил Иванов, Игорь Коннов, Никита Толокнов, Игорь Сайдулин. Победители этапа чемпионата страны – Урал из Каменск-Уральского, Свердловская область. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.